Архиепископ Пятигорский черкесский феофилак совершил богослужение в Нижней Тиберде, где некогда действовал Спасо-Преображенский монастырь. Древний храм собрал немало паломников. Подробнее об истории обители расскажут наши коллеги. На утесе Бурун-Сырт, возвышаясь над Аулом Нижняя Тиберда, бывшим поселением Синты, стоит храм X века, построенный предположительно во времена Аландского государства. Ниже от него, в трех верстах, во второй половине XIX столетия, возник Спасо-Преображенский Синтинский женский монастырь. Все здесь было обустроено руками трудолюбивых сестер. Впервые отреставрирован и древний храм, освященный в честь преображения Господня в 1895 году. Но эпоха безбожия XX века привела святые места в состояние полнейшей разрухи, и сегодня отчужденные у церкви святыни представляют собой руины. В 2014 году вернулась сюда молитва. На преображение Господня архиепископ Пятигорский черкесский феофилакт традиционно в пятый раз совершил на месте обители божественную литургию. В этот праздничный день я хотел бы выразить особую радость всем вам, дорогие гости и паломники, приехавшим сюда, к стенам этой древней обители, и выразить радость, что сегодня мы молимся здесь, в нашей гостеприимной Карачаево-Черкесии. Наша республика, как и весь наш кавказский дом, это всегда гостеприимно открытое сердце. В числе молитвенников не только жители Карачаево-Черкесии и соседнего Ставрополя. Гости с Украины, Санкт-Петербурга. Путешествующая по Кавказу Лариса из города на Неве накануне увидела фото древнего храма в интернете и не могла не приехать. Как монахи построили там храм, таскали вот эти камни туда, это в голове как-то не укладывается. Все пропитано временем, древностью. Такая история богатая, причем христианская. Еще когда на Руси не было христианства, здесь оно уже начиналось. Это очень такие ощущения непередаваемые. Михаил, хотя и местный житель из Тиберды, на богослужении Спаса-Преображенском монастыре впервые знает об этом святом месте немного. Сам приехал с родственниками, чтобы им показать. Поднялись туда на храм, узнали, что здесь мероприятие вот такое, и вот заехали сюда тоже. Насколько я знаю, здесь раньше был женский монастырь вроде бы. Ныне бывшую обитель по благословению архипастыря Пятигорской и Черкесской епархии опекают сестры свято-троицкого женского монастыря и соседника Борды во главе с игуменей Антонией Бабылевой. Приезжают, молятся, трудятся во славу Божию. Руками монахинь приведена в порядок могила последней настоятельницы обители перед закрытием Раисы Зинченко, похороненной у бывшего храма святого Андрея Первозванного. Восстановить монастырский комплекс вместе с древним Сентинским храмом сложно, но реально, если святыни включат христианский Аланский центр, который создается сегодня в Карачаево-Черкесии. В храме X века, где древние чудом сохранившиеся фрески окружены многочисленными автографами современных путешественников, духовенствуя верующие вместе с архиепископом Феофилактом, в день преображения молились о его преображении. И я очень надеюсь, что все вместе мы однажды соберемся здесь в день великой благодарственной молитвы, в день, когда совершим здесь бескровное жертвоприношение, божественную литургию. Но и сегодня здесь, у стен этой древней святыни, мы верим, Господь слышит наши молитвы. Елена Христосова, Артем Соломинцев, студия «Благословенный Кавказ», Карачаево, Черкесская республика.